друзья всем привет я думаю из названия видео вы догадались о чем сегодня пойдет речь сегодня будет такое маленькое видео но она будет довольно полезно и так как же все-таки купить автомобиль лежа на диване да вот такое вот интересное название придумали этому видео ну естественно сначала нужно обратиться допустим к нам мы для вас либо подберем автомобиль либо осмотрим автомобиль тот который вы сами выбрали вот предоставим вам фото видео чат вы уже будете принимать решение покупать его или нет если вы принимаете решение покупать автомобиль значит есть ну в принципе осталось только два варианта перевода денег продавцу да то есть расчет за автомобиль это перевод на карту сбербанка кстати сегодня будет два автомобиля перевод на карту сбербанка продавцу и перевод через сам сбербанк перевод называется до востребования так вот сегодняшнем видео как раз будет два таких автомобиля перевод на карту и перевод до востребования 1 автомобиль у нас будет honda fit кстати fit fit просто офигенный мы если честно сами не ожидали то что мы найдем такой fit это был поиск автомобиле ладно сейчас мы к этому вернемся на карту сбербанка и второй вариант перевод до востребования ну к переводу до востребования мы вернемся я немного расскажу но сейчас покажем такой маленький процесс перевода денег продавцу вот и еще хочу добавить с первого числа будет реальное подорожание автомобилей прям серьезно тысяч на пятьдесят они взлетят поэтому если у вас есть возможность то покупаете автомобили до первого числа потому что мы действительно действительно будет подорожание автомобиля также не забывайте подписаться на канал подошли мы к нашему автомобилю собственно вот он автомобиль сегодня очень холодно на улице у нас пару дней было не знаю можно сказать жара весь город тек там реки лились и вчера вот опять навалило снега и так это был автоподбор то есть нашли автомобиль стоимость данного автомобиля 755 тысяч рублей сделали торг 5000 рублей но поверьте автомобиль того стоит наверное чуть попозже углублюсь и так сейчас будем звонить нашему подписчику он покупает автомобиль для сына для дениса автомобиль едет в башкирию документы взяли документы мы проверили то есть номер двигателя соответствует указанному в птс в электронной в птс ки проверяется кузов автомобиля есть кузов автомобиля до который выбит именно на кузове автомобиля и есть шилдик то есть у нас вин номеров и номеров их нет снегом занесло немножко вот он шилдик продублируется автомобиль четыре с половиной балла не биты целой не крашеный с родным пробегом 50000 сейчас покажу покажу аукцион на лист но сейчас я наберу чтобы переводили денежку очень холодно на улицу так сейчас печечку сделаем потише чтобы было слышно дополнительно установили уже здесь туманки на автомобиль и ветровики так не могу телефон найти куда дел телефон так сейчас разблокируется что такое набираем связь у нас идет по ватсап сейчас поговорим с ним у них сейчас пол 5 пол пятого утра 0 доброе утро доброй ночи добрый так ну смотрите все мы возле машины документы проверили все у нас на руках выписка в общем весь комплект документов можно переводить денежку я сижу по тому же карте да на ту же карту на ту же машин когда да мы здесь мы здесь как переведете звоните ну и заберем автомобиль поем за резиной хорошо хорошо все я жду звонка от вас хорошо ну ребят собственно вот так и происходит покупка автомобиля у нас 9 30 утра у них 4 4 30 ночи выходить не хочется на улицу и так комплектация фары идут линзованные установили туманки туманки установлены уже здесь как проверить если бы это были родные туманки здесь бы была гитара с включением туманок понятно то что можно поменять гитара но поверьте этим геморроем никто не занимается автомобиль на климат-контроле вариаторов передний привод объем двигателя 1 и 3 литра пробег 52 тысяч это настоящий родной пробег на данном автомобиле есть мультируль который у нас работает также есть круиз-контроль есть датчик при столкновении понятно то что эта подсветка ну дальше по фиту не вижу смысла рассказывать потому что частенько показываем вам такие автомобили и так вот он настоящий родной аукционный лист четыре с половиной балла пробег на автомобиле пятьдесят две тысячи четыреста девяносто пять километров это он был в японии сейчас он пятьдесят две тысячи пятьсот восемь километров то есть наездли фактически ничего автомобиля идет один ключ возможно второй ключ придет возможно нет комплект документов ну вот он идет выписка вот вот сейчас вот так выглядят птс к обычная распечатана бумажка там ты по идет и ннн идет физлица ну идет копия паспорта копия паспорта продавца так называемого физика на кого растаможен автомобиль вот что касается переводов если сумма небольшая то в принципе сбербанк он пропускает дайте переводы если перевод на карту большие сумму то есть миллион полтора миллиона два миллиона вам может потребоваться ваше кодовое слово то есть подтверждение поэтому будьте готовы когда вы когда вы переводите деньги так ну что пока сидим что он сутруль просто по высоте регулируется такого плана бардачок тут есть usb вход розетка 12 вольт 4 стеклоподъемника складывание зеркал управление вот этой системой круиз-контроль подстаканник вот такого плана вот пойдемте все таки вам салончик покажу мне честно прям очень понравился этот автомобиль да не попадаются такие автомобили но довольно редко именно в таком сцене кстати он еще на летней резине резина неплохая сейчас нужно будет перебудем на зимнюю резину потому что все таки с автовоза автомобиль будут забирать там снег снега много чтобы не было всяких там нюансов синий цвет синий цвет конечно клево шикарно вам прям смотрится вот ну и смотрите салон автомобиль он замерз блин автомобиль чистейший ухоженный салончик двери не вкоцаны не покоцаны грязи никакой нет обратить просто посмотрите состояние автомобиля багажное отделение ладно пойдем греться сейчас идем звонка как переведут денежку подтверждаем что денежка пришла ох чуть не упала эти как сколько здесь подтверждаем что денежка пришла и видим покупаем резину ну и соответственно ставим автомобиль транспортную компанию друзья ну вот и все собственно 15 минут времени деньги переведены продавец получил деньги машина у нас документы у нас уже в бардачке ключ у нас машина заведена прогрета выезжаем со стоянки меняем резину и ставим автомобиль в транспортную компанию друзья ну для вас прошли какие-то доли секунды для нас прошел практически час пока выбрали резину упаковали сложили багажник это кстати еще не все видите все в пакетиках той салончик чистенький будет все будет аккуратно еще нужно докупить будет масло фильтра вот но так пакет упал сначала автомобиль отвезем в транспортную компанию потом уже все докупил и доложим посмотрите в каком состоянии зимняя резина вот она японская зимняя резина остаток 95-98 процентов если она еще новая можно сказать с лимельками это не то то что продается китайская либо русская резина кстати русскую резину у нас даже балансировать не берутся по владивостоку вот ладно едем привезли автомобиль в транспортную компанию уже здесь на месте делается видео то что автомобиль доехал целый без каких-либо видимых повреждений видео и несколько фотографий что он действительно целый сейчас будет составляться договор на перевозку автомобиля где будут указаны указан отправитель правитель я все мои данные данные транспортной компании ну и данные данные получатели также будет ведомость где будут указаны вложения в автомобиль ну и все косяки грубо говоря которые есть на данном автомобиле вот показали вам процесс покупки автомобиля лежа на диване в 4 часа утра но сейчас идем забирать точнее получать деньги за subaru forester и забираем его ну пока едем снимать деньги вкратце расскажу как это происходит берется фамилия имя отчество продавца дата рождения короче говоря берем паспорт первую страницу отправляем вам выйдет в сбербанк делайте перевод перевод называется до востребования это не вклад это деньги не на карту обычный обычный перевод но здесь мы выступаем скажем там как гарантом да то есть вы сделали перевод на имя продавца вам дается пароль пароль продавцу вы не говорите пароль говорите нам мы с продавцом встречаемся в банке он с паспортом мы с паролем снимаем деньги забираем деньги себе едем на авторынок либо там где находится автомобиль деньги отдаем в руки нам отдают автомобиль нам отдают все документы но есть одно маленькое но такие переводы в сутки человек может перевести максимальная сумма 500 тысяч поэтому но допустим сейчас мы будем снимать машина стоит 1 миллион шестьсот сорок там шесть грубо говоря 650 тысяч пошли втроем за один раз сделали перевод то есть мы получим три перевода полтора миллиона ну и чтобы не тащить 4 человека чтобы не делать 4 перевод остальные деньги упадут на карту опять же это все будет происходить с нами вот но минус такого перевода взымается комиссия она если честно я не могу вам сказать какая комиссия звонили в банке в банк узнавали все зависит от того региона с какого вы переводите деньги но это не там не 10 не 20 не 50 тысяч рублей таких сумм поверьте там нет и еще один минус такую сумму нужно заказывать заранее то есть тут на удачу можно прийти просто в банк допустим деньги эти приходят моментально там буквально 5-10 минут можно прийти в банка деньги денег там не окажется вот в общем перевод этот сделали еще из меня не изменяет память в субботу в субботу же мы эти деньги заказали на а вот в субботу мы эти деньги заказали и ближайший день это вторник это сегодня на после обеда на после 11 часов то считайте сколько мы пару дней до прождали вот эти вот деньги ладно сейчас деньги снимем покажу вам автомобиль в общем деньги сняли деньги у нас было три перевода по 500 тысяч остальные деньги также на карта сбербанка сейчас переведут кстати комиссия за перевод за 500 тысяч две тысячи рублей собственно вот он тот самый красавец деньги сняли деньги отдали продавцу забрали автомобиль гонимов транспортной компании автомобиль конечно посерьезнее чем fit это 2017 год родной пробег 95000 сейчас скажу точнее такой насыщенный цвет красивый цвет автомобиля очень красивый цвет хорошая комплектация как видите уже рестайлинг это был тоже подбор автомобиля вот он продавался на другом литье но на этой резине то есть переговорили с продавцом продавец пошел на уступок отдел литье то которое понравилось подписчику нашему покупателю кстати автомобиль едет в город новосибирск вот все сделали все переобули ну честно ребят клевое состояние автомобиля вот ладно про форестер уже было много чего сказано показано пойдем немного салон штатное литье субаровского но кстати очень дорогое комплектация не там навороченная да в принципе чё не наворочен нет электросидения нет нет кнопки старт остальное все есть климат мультимедиа кожаный руль круиз-контроль датчики при столкновении так называемая система айсай здесь уже переведено на английский язык стать отличие до рестайла до рестайла вот этот бортовой компьютер управляется с руля вот этими кнопками после рестайла вот она так называемая мышка а вот эти кнопочки управляют вот этой вот менюшкой вот он 95 тысяч пробег на автомобиле есть подогрева есть x-mod ну это система айстоп которая нафиг не нужна я считаю то что форестер это самый-самый автомобильный городской кроссовер то есть он высокий у него хороший клиренс он проходимый он реально прет он едет нормальный адекватный расход топлива то что там говорят он живет там восемь я не знаю там 10 литров все эта фигня увидите как гребет все без проблем там их смотр еще не включали он нам нафиг не нужен форик кушает литров 12-13 кушает по городу зимой может чуть больше единственное что мнение мне не нравится вот этот вот звук пищалок прям не могу сказать то что громко но ха пищит вот стоимость данного автомобиля так 1 миллион 645 тысяч рублей то есть деньги сняли в сбербанке отдали налички продавцу напоминаю комиссия за перевод за 500 тысяч берут две тысячи рублей вот поэтому кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь вот вкратце показали как это происходит но не забывайте подписаться на наш канал сегодня ребят все всем пока